На календаре у нас с вами 16 июня, а это означает, что с вами новости недели. На этой неделе было огромное количество событий вокруг Rockstar и Take-Two, в частности презентация PlayStation 5, на которой нам показали что, что, что нам показали правильно, GTA, мать его, 5. GTA 5, которая выйдет и при подписке PlayStation Plus вы будете получать миллион долларов внутриигровой валюты в GTA Online на свой счет. Зашибись! Просто супер новости про Red Dead Online ни слова. Однако в этом выпуске вы узнаете скидки новостей и акций на этой неделе, а также слухи, скандалы, интриги, расследования, все, что касается вокруг Red Dead Online, Rockstar и Take-Two вместе взятых, и также дополнительно новости Дискорда, коротко о модном приговоре, турнирах и все, что касается готики. У микрофона Сократ, погнали! Сообщение от нашего любимого тест-фанс. Читеры спаунили группами представителей ККК, НПС в белом костюме и капюшоне, куклу с клана для нападения на других игроков. С тех пор Rockstar Games отключили их в Red Dead Online. Это означает, что больше читеры не могут спаунить этих милых созданий в белых костюмах, которые мешали бы другим игрокам. Больше, к сожалению, Rockstar бы не сделала нифига по отношению к читерам. На этой неделе у нас скидки и бонусы в Red Dead Online. А именно, осталась скидка 50% на все карты способностей третьего уровня. Они стоят 250 долларов, их улучшение вместо 500. Скидка 5 золотых слитков на сумку коллекционера. И теперь коллекционер роль доступна за 10 золотых. Скидка на все походные припасы у Крипса в лагере. А именно, темы для лагеря. Бродяжья жизнь, выживальщик, военная, богатый путешественник, охотник за головами, коллекционер и торговец. Все это 50% скидка. Также на палатки, на флаги, на снаряжение для лагеря. Быстрое перемещение стоит сейчас 420 долларов. И скидки на собачек. Американский Foxhound, Chesapeake Bay Retriever и Labrador за 240 долларов. Иными словами, сегодня батюшка, бабушка, матушка, неважно кто Крипс в своем лагере радуют нас огромными скидками. У оружейника скидка на маузер 390 долларов стоит сейчас вместо 600. Полуавтоматический пистолет 349 долларов и 0,5 центов вместо 537 долларов. И пистолет-волканик 175 долларов. Также скидки у мадам Назар. А именно, мачета, 4 доллара скидка на инструменты, сумка коллекционера, высокоточный бинокль, металлоискатель, лопаты пиннингтон. Все это 50% скидки. Также на карты, карты для поиска. Да кому нужны эти карты, ребят? Все так пользуются универсальными, тут базара ноль, без разницы какие карты. Скидка на все растения у мадам Назар 1 доллар было раньше, сейчас 70 центов. Скидка на материалы у мадам Назар, самогоны, маховое перо 35 центов. Было 50, кстати. Скидка на всю одежду и аксессуары у мадам Назар. Пряжки, монокол, очки воздухоплавателя, латунные очки, перчатки, фляги, компас, цилиндр, шляпы, кольца. Все, сейчас 50% скидки. И набор парикмахера коллекции мадам Назар на этой неделе стоимостью... Вообще нифига не стоит. 80 долларов. Кольцо пилигрима золотого камня, глиниция и яйцо ястреба. На этой неделе это абсолютно все скидки. Избранная серия нам ничего не дает. На прошлой неделе многие из вас нафармили кучу золота и кучу голды на лошадиных скачках. Куда их тратить? А я не знаю, ребята. Я, честно признаться, вообще без понятия куда тратить деньги в этой игре. Однако, есть целая куча новичков. Огромный приток онлайна из тех, кто сейчас в данный момент играет. 25 тысяч по стиму в пиковый онлайн. И это очень круто. Пройдите 3 ежедневных испытаний и получите в награду 10 отравленных стрел. Пройдите 6 ежедневных испытаний и получите в награду 4 коллекционные монеты. Пройдите 10 ежедневных испытаний и получите в награду карту сокровищ. Пройдя по карте сокровищ получите 1 или 1,5 голды. Игроки, связавшие свою учетную сапись с Twitch Prime, получат бесплатно сумку коллекционера, медный дистиллятор для самогонного предприятия и прибавку к опыту самогонщика, соответствующую пяти уровням роли Может быть из-за того, что коронавирус подходит к своему логическому концу и идут послабления, может из-за того, что люди уходят на дачу, может потому что выходят на работу Дофиг его знает, по какой причине Red Dead Online умирает и нету онлайна, и новости недели с дискордами, к сожалению, не актуальны, так как в никаких дискордах ничего особо и не происходит Люди просто играют, возят повозки в не очень больших количествах, собственно, как и у нас Онлайн сильно упал, сильно просел, а новички особо и не стремятся к большим дискордам, сидят по своим маленьким уютным норкам и играют по 3-4 человека Поэтому, если вам скучно и одиноко, вы ищите большую компанию, заходите в Готику, все ссылки в описании, помощь новичкам, перевоз телег, турниры Кстати, на этой неделе в воскресенье будет модный приговор, все верно, да-да, был небольшой перерыв из-за технических неполадок внутри Готики К сожалению или к счастью, это все закончилось и модный приговор, засучив рукава, мы делаем для вас Также будет еще пару-тройку интересных роликов каждый четверг и новости недели А пока, к сожалению, новостей все И по моему личному ощущению, обновление в GTA Online будет конец июля-начало августа Это со слитых источников с Reddita И я думаю, что в этот момент где-то нам должны подвести и обновление в Red Dead Online Я не знаю, откуда Red Dead Redemption брал цифру 6 апреля, из-за того, что заканчивался бандитский абонемент Но коронавирус внес свои точки над И в этой ситуации И обновление должно было быть конец мая-начало июня после презентации Rockstar К сожалению, в данный момент все планы и все карты спутаны И нам остается только ждать на конец июля-начало августа Ну а дальше уже, собственно, неинтересно, потому что выходит Cyberpunk И к Новому году выходит новое поколение, где будет уже супер-классное обновление Но к этому времени, мне кажется, Red Dead умрет окончательно С вами была Готик, а с вами был Сократ Не хотелось бы заканчивать на такой пестимистичной ноте Но, к сожалению, пока других новостей нет Держитесь как можете друг за дружку Вступайте в наш Дискорд И, может быть, мы дотянем все вместе с вами До этой холодной, но прекрасной зимы В которую окунемся в новое обновление Red Dead Online Редактор субтитров А.Семкин